Вот это подходит. Можно пока вы. Ёлочные базары на городских улицах – характерная примета скорого наступления Нового года. До боя курантов ровно неделя. Купить пушистую красавицу можно в разных уголках Бобруйска. На Минской сезонную продукцию предлагает местный лесхоз. Эти деревья специально вырастили к праздникам. Спрос с первого дня. К нам стоит, конечно же, заходить, потому что у нас позитивная обстановка, цена у нас доступная. Люди входят, интересуются, спрашивают. Цена от 9 до 30 рублей в зависимости от высоты. Продавцы новогоднего настроения предлагают товар до 4 метров. В ассортименте – как традиционные деревья, так и тренд последних лет. Есть и ёлочные букеты. Альтернатива с рубленым деревьем – еле в катках. Такой вариант более экологичный. Пушистую красавицу ближе к весне можно будет пересадить в открытый грунт. Цена от 40 до 80 рублей. Зелёные ярмарки под открытым небом расположились на семи площадках. Купить ёлку до 31 декабря включительно можно около Центрального рынка в Молодёжном парке на Интернациональной, Батова-16, Строителей-58, а также в Авиагородке. Время работы базаров – с 10 утра до 7 вечера. Как считаете, какую лучше купить ель – искусственную или живую? Конечно, живую. Тут даже не может быть вариантов. Живую, но живую. Пахнет ёлкой, пахнет Новым годом, праздником. Это же живая ёлочка, безусловно. Всегда была искусственная, но в этом году решили, чтобы был запах, как говорится, праздничный, такой новогодний. Очень, конечно, и дочка у нас будет рада этому. Хотя она уже большая, но Новый год она всегда любит и ждёт праздника. Лесная охрана вплоть до Нового года будет регулярно проводить профилактические рейды. За незаконную вырубку ели или сосны грозит штраф до 870 рублей. Кстати, при покупке дерева не забудьте взять у продавца чек. Это поможет избежать недоразумений.